Всем привет! Кто-то из вас нашел мой канал через видео про галстуки или, например, мужские прически, а может быть другие видео. Вы наверняка заметили, что сейчас я не выкладываю видео на эти темы, но они, безусловно, нужны и важны для каждого мужчины. И, наконец-то, на ютубе нашелся канал по мужскому стилю, который мне не стыдно прорекламировать. Автор канала Григорий Пронин записывает видео про сезонные тренды одежды и обуви, делится советами, как стильно одеться в магазинах с разной ценовой политикой. Рассказывает про мужские аксессуары и галстуки, ну и, конечно, какой мужчина не интересуется автомобилями. Всем рекомендую подписаться на его канал, ссылка в описании под видео. 5 уроков от Тони Роббинса. По-моему, в 2014 году, если я не запамятовал, я был в Лондоне на его тренинге четырехдневном. И что я хочу вам сказать? Только спустя это время я решил все-таки записать о своих уроках, которые я оттуда вынес. Конечно же, их намного больше, и периодически, если вам вдруг понравится, кстати, голосуем лайком, если вам понравилось, пишите в комментах, если вам понравится эта тема, я буду продолжать. И также мы еще не анализировали харизму этого человека. Но, тем не менее, урок первый. Мне очень понравилось, что Тони Роббинс сформулировал фразу «Я сделал себя сам». Я придумал того Тони Роббинса, которого вы знаете. Он прекрасно знает, что к нему приезжают различные бизнес-тренеры, люди, которые занимаются тоже тренингами, чтобы у него перенять какие-то фишки. Он говорит, вы можете у меня забрать все, все методички, материалы, мою команду, все можете скопировать и забрать, но вы никогда не станете Тони Роббинсом. Это верно. Поэтому цените то, что здесь, и не думайте, что ваш успех, он от чего-то внешнего зависит. Второй урок. Если ты принял решение, допустим, правильно питаться, и у тебя интенсивный ритм жизни, кстати, он веган, и у тебя интенсивный ритм жизни, то тебе нужно, естественно, свое питание оттачивать. А не каждый ресторан или рядом нет ресторана или кафе, чтобы перекусить, а тебе нужен какой-то режим в питании, то не бойся брать с собой контейнеры, бери с собой контейнеры, та еда, которая дает тебе силу, та еда, которая тебе дает энергию, вот она тебе нужна, ее и бери, и не стесняйся даже в ресторан приходить с ней. Я не знаю, как в Америке, я, конечно, в России не пробовал, но периодически контейнеры я с собой таскаю. Знаете, такая банальная, очевидная бытовая вещь, но согласитесь, многие ведь стесняются, и пытаются есть то, что предлагают какие-то заведения общепита, хотя еда там не всегда энергетически заряжена, скажем так. И мне это очень понравилось, что человек такого уровня, он прост, потому что он ценит свое здоровье. Третий урок – это очень интересный тезис, который я уже приводил много раз. Если знаешь, но не делаешь, значит не знаешь. Можно сколько угодно себя хвалить тем, что я прочитал много книг, или Паша, ты говоришь банальные вещи, это все уже известно. Да, я все это знаю. Но если ты не делаешь, значит ты это не знаешь. Он не боится это повторять, и поэтому некоторые его рекомендации, даже если они общеизвестны, он говорит о них очень уверенно, потому что он в первую очередь обращает внимание на делание, чтобы человек действовал, вот что он ценит в принципе, и вот на что он заряжает и мотивирует. И мне этот тезис очень понравился, и я сам себе проговариваю эти слова много раз. Четвертый урок – он всегда ищет лучшие решения. Он все свои методики строит на том, что ищет самые лучшие программы, самые лучшие методики. Причем у него на тренингах не только лучшие методики, программы и так далее. Он ищет лучшие моменты в организации, лучшее оборудование. У него не просто так есть мультимедиа во время его, ну так сказать, тренингов. То есть определенная музыка, самая лучшая, самая заводная. Определенные видео мотивационные. Определенный свет, всегда определенная одежда и всегда черная. То есть на всех его тренингах одинаковый свет. И до каждой мелочи все стандартизировано. То есть каждое его слово звучит в определенную минуту. Все настолько отточено. И именно поэтому он является лучшим в своей сфере. Есть такой метод наилучших решений, когда вот в каждой из своей области, допустим, вы можете находить наилучшие решения. Вот занимаетесь вы видеомонтажом. Какие сейчас лучшие программы есть для монтажа? Какие сейчас лучшие технологии? Или самый трендовый стиль монтажа? Самые лучшие камеры? То есть в любой области можно находить что-то самое лучшее и пытаться этим воспользоваться. И для меня это было открытием. И это очень круто. Поэтому я стараюсь делать для вас самый лучший ютуб-канал. Ну, среди образовательных каналов, конечно. И пятый урок. Тони Роббинс меня научил тому, насколько важны ритуалы. Именно важность ритуалов в этой жизни. Да, я также от него это услышал. Потом, да-да-да, я это знаю, это хорошо, но я это не предпринимал. И опять, когда я пошел учиться, вот уже осознанно, учась на психолога, я уже внедрил это в свою жизнь. То есть я уже точно понял, насколько это важно и уже получил результат. Ритуалы, которые будут делать вас победителем. Победителем внутри себя, чтобы вы подумали, что да, я сегодня это сделал, я победитель. Ну, допустим, какая-нибудь утренняя пробежка, какая-то гимнастика, час там занятий самообразованием, прочитать эту книгу. То есть что-то делать постоянно, что вас улучшает и что вам будет давать хорошее ощущение себя, когда вы довольны. Да, я это сделал, я это не пропустил, я молодец. То есть внутри вы победитель. Это очень крутое ощущение. И чем больше у вас таких ритуалов простых, тем круче вы самосовершенствуетесь. И чем успешнее вы их выполняете, чем регулярнее, тем лучше вы становитесь. И о своих ритуалах я когда-нибудь расскажу позже, пока немножко так думаю, надо, не надо, да, раскрываться. Но тем не менее, вот такие пять уроков. Уроков намного больше. Голосуем, если хотим, больше от Тони Роббинса или еще от кого-то, возможно. Напишите, какие личности вам интересны, чьи уроки жизни для вас будут важны, что вам важно услышать, чьими примерами вы хотите вдохновиться. Друзья, если понравился выпуск, ставим лайк. Если не понравился, делаем то же самое. Подписываемся на мой канал. А какой комментарий оставить внизу, вы уже знаете. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!